Привет, друзья! Окунемся в ностальгию и приготовим школьные оладушки. Пышные, воздушные, с небольшой легкой корочкой, ну если, конечно, долго не лежали. Очень воздушные, подавались на завтрак. Я их любил, и сегодня хочу показать их вам. Это дрожжевое тесто, и, несмотря на это, готовятся они достаточно просто. Нам понадобится теплое молоко. И одна из простых истин в этом рецепте заключается в том, что продукты берутся один к одному. Сколько берется молока, столько и муки. На всякий случай, как всегда, все пропорции в описании под этим видео. Туда же отправляю сухие дрожжи и столовую ложку сахарного песка. Разбиваю одно яйцо и тоже хорошо перемешиваем. Теперь в миску отправляется обычная пшеничная мука и щепотка соли. Мука и немного соли. И аккуратно замешиваем густое тесто. Тесто получается плотное и вязкое. Самое главное, хорошо его размешать, чтобы в тесте не осталось комочков муки. Все, от нас больше ничего не требуется. Буквально одна минута. Закрыли пленкой и оставляем в теплом месте минут на 40, на один час, для того, чтобы тесто подошло и дрожжи начали работать. Тесто на оладушки подошло. Посмотрите, какое оно. Оно увеличилось не то, что в два раза, но примерно в два с половиной. Воздушное и пышное. Именно эту структуру нам и нужно сохранить. Поэтому ни в коем случае не перемешивайте тесто, а дозируйте его прямо так на сковородку. Делать это удобнее всего обычной ложкой. Для того, чтобы тесто меньше к ней прилипало, можно слегка ее смачивать в теплой или горячей воде. Ну а жарим на достаточно большом количестве подсолнечного масла. Сковородка должна быть хорошо разогретая. При этом нагрев во время приготовления держим средний, для того, чтобы оладушки успевали пропекаться с каждой стороны. И в середине у нас тоже все было полностью готово к моменту тогда, когда золотистый корочек со второй стороны будет достигнут. Берем ложкой небольшую порцию теста и отправляем ее на сковородку. Не забывайте оставлять небольшое расстояние между оладушками. Когда одна сторона подзолотилась, переворачиваем на вторую. После того, как со второй стороны появилась тоже золотистая корочка, снимаем на салфетку. И отправляем следующую партию. Перед Смотрите какие зажаристые, пышные, воздушные. Ну просто красота, друзья. Пышные, высокие, не оседают даже после того, как вы их сняли со сковородки. Никакой кефир, соды и разрыхлители такого эффекта вам не дадут, как дрожжи. А теперь предлагаю все подать и попробовать. Два на порцию. Вроде все как в школе, но чего-то не хватает. Я знаю чего. Вот теперь как надо. Несчастная баночка джема на два, а ладушка. Полностью готовый и пропеченный оладушек. Друзья, если это видео вам понравилось, не забывайте подписываться на канал, делиться этим видео с вашими друзьями в ваших социальных сетях. Ну и подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и мой Телеграм, и присылайте сюда фотографии ваших готовых блюд. И приходите на мои мастер-классы. Пробую. Обожаю аромат дрожжевых оладушков. Идеальное начало дня. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова